Хорошо. Давай немножко распакуйся про продажи новым клиентам. Какие планы, какие идеи, чего ты собираешься? Ну, сейчас три дня занимаюсь, для них именно подготавливал презентацию, чтобы упакованным поехать, потому что первое впечатление очень важно, и тренинг надо провести, он же не только ради денег у меня сейчас тренинг, а ради кейса, чтобы был, чтобы вот я соседний городок с какой-нибудь езжу, я там планирую позаписывать и пофотографироваться, и отзывы собрать сразу, чтобы у меня уже был успешный кейс. Нормально, и все, чтобы я мог продавать. И, соответственно, создать первое впечатление, чтобы с ними на постоянку тоже заключить какие-то соглашения. Поэтому на другие особо не отвлекался, но планирую тоже. Опять же, сейчас воодушевлен успехом. На волне надо, надо на волне пробиваться. Да, я говорю, вот с одной компанией я переговорил в холодную, они понимают, что нужно что-то менять, сейчас вот июль еще, особенно у риэлторов, июль просел у всех, вот, и они такие начинают шевелиться, вроде бы как и денег нету, да, но и понимают, что надо что-то менять. Я как раз им закидываю, ну, такие в холодную, сейчас через Инстаграм свой кидаю, что новую тему, ну, что, ну, давайте, ребят, надо-надо меняться, потому что рынок другой, и вот включать. У меня есть там интересные предложения, все. С одной переговорил, они такие, ну, да, давай чуть попозже, ну, вот я планирую в понедельник с ними связаться и уже поднадавить, потому что попозже уже будет поздно. В сентябре уже учиться поздно, надо учиться сейчас. Ну, здесь-то сейчас ты вышел на непрофильный, да? Почему? Профильный? Сейчас будет агентство тоже. Да, да, да. Что-то банк звучало. Да, про банк рассказывал из своего, из своей истории, из другого человека. Хорошо. Так, ну, окей. То есть еще раз, ты кому-то звонить начал, у тебя план звонка? Да, да, да. Я вот позвонил, я двоим позвонил, от них там не дозвонился, с одними переговорил. И тут эти мне позвонили, я там с ними там три дня, у меня были переговоры с ними. То есть я как бы там весь был настроен. Вот, еще планирую сейчас, вот буквально там с командой тоже со своей разговаривал. Сегодня вот после занятия останусь допоздна. Я хочу расписать план мероприятий на ближайший месяц-полтора, потому что у меня здесь есть учебный центр, я хочу проводить мастер-классы какие-то, либо тренинги такие оффлайн, здесь по городу. Ну, такие там 500 рублей, мастер-класс по показу объекта, ну, или что-то такое. Вот тоже, чтобы набирать какие-то вещи. Потому что я здесь продавая свой, у меня же есть онлайн-курс вот этот вот для новичков. Я мордой-то везде тут в пабликах по Краснодарскому краю порекламировался, посвятил, и периодически есть какой-то запрос у людей там, а как вот это вот. И я понимаю, что нужно делать, создавать. И раньше не было где, я вот это все время искал какую-то площадку, платформу, то в Инстаграме там проводил прямые эфиры, там что-то еще. Я сейчас хочу и оффлайн, и онлайн на регулярной основе. Прям сижу, пишу себе расписание на август и сентябрь, чтобы у меня было вот, ну, несмотря ни на что, понятно, с окнами на тренинги на какие-то, да, которые я хочу ездить, проводить, но и чтобы они на регулярной основе были. То есть у меня по четвергам уже запланировано, по четвергам на разные темы, сейчас темы тоже распишу, будут эти прямые эфиры в Инстаграме. Тоже вот темы и мои профильные, которыми я знаю. И опять, это такая, как называемая, нативная реклама, когда я продаю свою экспертность, вот вроде бы сейчас здесь, а потом уже закидывать на тренинги. Ну, то есть по регионам, ты кого-нибудь из гильдии знаешь у вас там местная гильдия? Гильдия Краснодарского края, там этот, забыл, какую фамилию, он сейчас взял франшизу перспективы 24 и забросил гильдию вообще. Ну, не знаю, может, Сочинская гильдия, Анапская, Геленджикская, есть какая-нибудь там гильдия объединения? Нет, здесь гильдия Краснодарского края. Короче, смотри, о чем говорю. Ты туда закинь рекламу, анонсируй вебинары или там прямые эфиры, ну, или что-нибудь зумовские, и пусть тебя они попиарят в какое-то бесплатное мероприятие, потому что для гильдии это нужно, что-то бесплатное давать аудитории. Ну и все, и будешь как бы светиться. Я еще посетил в понедельник тренинг, там, вот, даже буклетик с собой есть, мой бизнес, тут центр оказания услуг, Анапская торговая промышленная палата. Вот, с ними надо связаться. Да, с ними я дружу. И филиал МФЦ КК, короче, какой-то, вот, как МФЦ, только есть такой мой бизнес. И они периодически устраивают какие-то мероприятия для предпринимателей. И я был на тренинге у Германа Крошенникова. Он член ассоциации спикеров СНГ Ростислава Гондопаса. Это придумали себе конторку для пафосного звучания. Ну да. Ну, по факту, опять же, вот у него шестичасовой был, а нет, ну, четырехчасовой тренинг бесплатный. Ну, то есть для предпринимателей бесплатный, это там при поддержке кого-то, кого-то там. Вот, он, я так понимаю, спикер такой с большим стажем, ездит давно и долго там с разными темами. Ну, послушал его, но, блин, ну, вообще ничего нового я не узнал. Ну, абсолютно ничего нового. Они все одно и то же. Причем заголовок-то у него был там такой, как выйти из кризиса там в наше тяжелое время. Заголовки все шумные, а информация вся одна и та же. Вот просто вся одна и та же. Ну, полезно. Опять же, я же не просто так хожу на такие мероприятия, потому что там познакомился с кучей людей, поставлял свои визитки, опять же, своим лицом там посверкал, там, зажег толпу, там, пару шуточек отвесил, и все, и меня уже запомнили. Уже как бы хорошо. Да, надо ходить, надо светиться, да. Тем более бесплатно, почему нет, это полезно всегда. Можно и платно, потому что когда платишь, то аудитория, соответственно, ну, не халявщики уже. То есть, чем кулуарнее аудитория, тем возможность встречаться с более доходными заказчиками. Хорошо. Ну, все, ну, типа не все, а я рад. Ты как бы развиваешься, план есть, движение есть. Да, я просто тут еще, получается, сказал, у меня сейчас появилась площадка, это учебный центр, ну, то есть у нас коворкинг здесь, и есть площадка, там, зал групповых занятий, мы до 25 человек можем вмещать, ну, как для тренингов, да, и там даже, по-моему, есть обращение. Ну, другие спикеры тоже хотят выступать на этой площадке, а эта площадка моя, я буду регулировать, будут они выступать или не будут. И хочу сейчас максимально много туда каких-то мероприятий, даже других, там, вот у меня просто спикеры просто там, которые там маркетплейсом соображают, ну, профильные какие-то. И на этой площадке, ну, как бы развивать, ну, и свои какие-то навыки, ну, и профильные какие-то тренинги, мастер-классы проводить. Свою тему я, скорее всего, других пускать не буду, спикеров, а левых, ну, в смысле, там, с другими темами, скорее всего, да, но, опять же, у меня преимущество, у меня есть площадка, где я могу выступать, своя, и я уже буду регулировать. Да, прикольно. Хорошо. Все, двигаемся дальше. Юля, давай с тобой поговорим. Выходи в эфир. Так, ну, расскажи в двух словах твои цели, чего ты хочешь, к чему хочешь прийти, дать обучение, к чему научиться. Ну, пока я не сформировала свои цели. Формулируй, давай. Пока, к сожалению, я даже для себя не выяснила, зачем мне все это нужно. Расскажи сначала хоть контекст. Откуда ты, с чем пришла. Так, я из Сергеев-Паса, да? Нет, чем занимаешься. Чем я занимаюсь. Агентство недвижимости. Ну, продолжай распаковываться. Вы меня, Алексей, знаете, поэтому для меня сейчас это сложный момент. Ну, ты для группы распаковывайся, я тебя знаю, ты проговариваешь сейчас, и сейчас мы тебе поможем цели поставить. Здесь такая творческая среда, здесь то самое время. Давайте попробуем. Да. Агентство недвижимости, что ты делаешь, какая нагрузка там, что там. Нет, к сожалению, наверное, мне будет очень сложно говорить на аудитории, у меня проблемы с этим. Ты же тренером стала внутренним. Да ладно, никогда такое было, чтобы я хотела быть бизнес-тренером. Но это самая последняя моя мечта в жизни. Ты же тебя тренируешь или нет? Я так понял, ты уже обучаешься. Это же я в своем агентстве, это же мне там легко. А чужих-то я, к сожалению, даже, может быть, к счастью, я нет, я не готова. И мне это в моих жизненных планах это не стояло. Давайте я расскажу о себе. Вроде бы я так немножко разговорилась, и эмоции. Все нормально где, да, ты отлично выглядишь, кстати. Сейчас я увидела знакомые лица, и мне как-то стало поспокойнее немножко. Уже два знакомых лица, и мне легче. Так, я Власова Юля, я агент, риэлтор, агентство недвижимости «Градомир». Я руководитель офиса города Пушкина и города Королев. Что еще интересно обо мне? В недвижимости я более шести лет. В продажах вообще я лет тридцать. В любых продажах я продавала все. Ну, не все, конечно, но давайте не будем озвучивать, чем я занималась ранее. Но я в продажах лет тридцать. Даже, наверное, тридцать два года я в продажах. И этим занимаюсь я всегда. Недвижимостью занимаюсь шесть лет. Мне это близко, мне это интересно. Также я обучаю стажеров. Также я обучаю даже не стажеров, а новичков. Но и своих же агентов я продолжаю обучать этому нелегкому труду. Еще что хочется знать. А ты обучаешь своих людей? Обучаю, да. И более опытных людей. Да, и новичков, конечно же, обучаю с самого первого момента. И, конечно же, в моей копилке очень много очень хороших агентов. И я продолжаю настаивать на том, что, конечно же, это моя заслуга. Я вырастила много хороших агентов. И с первых шагов они полюбили эту профессию. Я так думаю, что немаленький вклад внесла это я. Этим я горжусь. И продолжаю прививать им любовь именно к этой профессии. Потому что в первую очередь я хочу, чтобы они полюбили безграничную эту профессию. Ну, у тебя уже есть какая-то программа, да, по которой... Ну, конечно, да. Да, я уже добавляю туда что-то новое, пишу новое, слушаю очень много. Да, у меня программа четырехдневная. Четыре дня я обучаю новичков. И дальше продолжаю обучать. И еженедельно продолжаю вести какие-то небольшие тренинги. Супер. У тебя есть опыт. Тебе будет очень интересно и полезно, есть на чем развиваться. Давай я тебя познакомлю, чтобы тебе комфортно. Вот Миша. Это Михаил. Это очень важное лицо. Он очень брутально сейчас смотрится. Я на самом деле очень добрый. Он добрый, хороший. Это... Эмпатия – мое главное качество. А мы уже познакомились, очень приятно. Это куратор курса. То есть, вопрос, ему надо задавать вопросы. Созваниваться с ним, если будут сложности по созданию программы. Он выделит время, один на один пообщается. То есть, он голос поддержки в обучении. Поэтому прямо вот не стесняйся с ним взаимодействуй. Он ждет хоть от кого-нибудь какой-нибудь запрос, но все красивые девушки, почему-то никак на него не досвонятся. Ну, вот Арина сегодня опять не попала. Я завтра сам... Да, Арине, значит, надо будет звонить. Вот. Хорошо. Деря, давай тогда про обучение. Итак, ты уже обучаешь. Как ты думаешь, какие зоны роста у тебя есть в самом процессе обучения? Вот чему бы ты хотела научиться, проходя тренинг тренера? Исключительно структура мне нужна, потому что шагово. Я еще не очень понимаю, как открывать серединку, закрываться. И вот для меня это очень сложный момент, потому что иногда меня несет. И несет, 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 несет. И я сама закрыть тему не могу. И потом ее проваливаю. И потом не могу. И самое главное, что еще не могу потом проконтролировать это. Потому что меня уже несет другую тему. И вот это вот самое важное, что мне хочется. Какой-то структуры, планы просто. Себе в голове понять, как мне самой с собой совладать, чтобы в голове что-то уложилось. А там я им расскажу. Супер. Ты уже зашла в систему, в онлайн-школу? Да. Значит, смотри, там есть модуль тренер и модуль охотник. Вот, в принципе, если тебе не нужно продавать себя, ну, ты не планируешь выходить на большой рынок, тебе нужно плотно сесть на модуль тренер. И там два главных блока. Создать тренинг прям по шагам. Прям каждый ролик смотри. Вот это не надо, да. В понедельник, да. И как проводить. То есть, если ты пережуешь материал, дальше возникают вопросы. Обращайся к Мише. Ну, чем тем у меня очень много. Сама я пишу очень много. Каждый день пишу, 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 пишу. Мыслей много. Вот такая стопка А4 все исписано. Как это все собрать в одну, там, допустим, даже в часовой, в 15-минутной. И там еженедельно по средам я сейчас веду все лето 15-минутные какие-то тренинги в своей компании. И часовые еженедельно в своем офисе все лето. А вот собрать, вот как-то структурировать то, что у меня вот здесь вот наработано, я не могу. Вот именно этому я и хочу научиться, чтобы хотя бы пошагово мне рассказали, что вот это вот сначала нужно делать, потом в серединке это нужно делать, а потом это в конце нужно делать, а потом проконтролировать как-то. Я в голове как-то вот слушая выступления больших звезд, да, я как-то в голове своей пытаюсь это уложить. Но так как у меня нет образования, опыта, и со мной никто не поработал, у меня все рассыпается буквально даже на входе. На входе меня понесло, и я могу уже закончить. Начать с конца. И поэтому для меня это очень сложно, потому что у меня нет вот элементарных знаний. Этому я и пришла научиться, мне нужно структурировать именно просто вот как говорить. Не что говорить, а как говорить. Хорошо. Ну там прямо обращаемое, это даже больше, как не просто говорить, а как тренировать. Потому что есть два уровня компетенции. Говорить или структурировать речь. А второй уровень компетенции… Видите, опять я наткнулась на это, да, что мы уже обсуждали эту тему, вот сейчас она опять как бы всплыла, потому что, как правило, я что делаю? Я говорю. Я говорю, 15 минут говорю, час я говорю, 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 мысли свои излагаю, мыслей много, навыков много. Работы проведены большие. Я продающий тренер, я играющий. Да, я как бы… Я думаю, захочешь ты продавать себя скоро на большом рынке? Немножко смирею. Да, ну нет, нет, вообще уже два человека разных. С чего ты начала 15 минут назад, и сейчас два уже разных человека. Нет, Алексей, есть много очень классных, хороших девушек, ребят, парней, которые молодые, уверенные, пусть они продают. У меня есть совершенно для себя четкая задача в своем агентстве именно делать то, что я хочу. Поэтому мне бы хотелось, конечно, разок попробовать там, да, что-то там выступить, одеть красивые туфельки и взять красивую сумочку, но на самом деле у меня больше другой запрос. Мне нужно четко структурировать свои, свое говорение в своем агентстве, доносить до стажеров и набрать большую команду. Вот это важно для меня. Ну, хорошо, цель понятна, Миша. Все по шагам, я просто вижу по урокам, все, что там разложено. И у тебя, когда ты все их проработаешь, пройдешь, просто мозг перенастроится. Вот Леша, наверное, читает книжку, и у него вот сейчас читаешь Берна, и уже видишь тренинг, как из нее сделать. Ну, сложновато, нет, Берн тяжело дается, я прям как бы ныряю, знаешь, как в океан, а дна нет. Думаю, блин, я только сейчас думал, что я понимаю психологию что-то, а там дна нет. Вот это да. Берн мне прям порвал рамку. Мне вот, например, мне очень сложно, ну, я могу удерживать час аудиторию свою зрительскую, да, вот в команде, да, я могу удерживать. Но через там минут 30-40 я начинаю понимать, или начинаю понимать, что мне кажется, что меня не понимают, что я ни шагово иду, потому что в голове хочется структуру. Структуры нету, и я начинаю плавать из стену в стену, перескакивать. Значит, вот для меня вот хотя бы разочек мне хочется, чтобы меня прям вот то, что я говорю, меня поправляли. Я очень... Ты готова выделить, ну, там, 20 минут в день хотя бы на просмотр видео и быстрой реакции, ну, там, выполнение задания? Ну, 20 минут, да. Я, в общем-то, я за день все уроки прошла, там уже, мне только осталось отписано. А, ты уже прошла? А, ты уже прошла. Ну, я уже все просмотрела. Но ты как бы, ты выполнила задание? Вот задание я еще, я только сегодня начала задание, выполнила. Да, то есть ты 20 минут трать на внедрение. То есть, если я говорю, поставьте цели тренинга, осознайте, о, для интеллекта, для эмоций, для применения, ты прям подумай, то есть возьми какую-то тему одну. Ну, которую бы ты там хотя бы часа 4 могла бы раскрывать. Ну, то есть, как бы несколько тем. Ну, сделай такой тренинг на день. Лучший на день из 4 тем. Возьми там свои 4 часа, пусть это будет 4 кусочка. Представь себе, что у тебя однодневный тренинг. И вот ты цели, прям продумай, какая же цель. У тебя начнет формироваться внутри второе, там, план программ, ну, там, план тренинга, там, какие блоки будут. Два часа проекта, два часа тренинговый атом. Там распиши упражнения, мини-лекции, диалоги, обратная связь. Ну, и как бы все прям делай. И повтори, очень важно, прям сделай пару дней и с Мишей свяжись. Мне нужно еще раз повторить, потому что я на слух ничего не поняла сейчас. Мне нужно еще раз прописать, что вы сейчас проговорили. Мне нужно еще раз просматривать уроки. Не просматривать, а выполнять каждый урок. То, что вам написано. То есть не надо перегружать себя, что ты будешь там пахать. Там уроки, ну, в основном они там 10, 15, максимум 20. Только там вводном уроке у меня минут 40. Я там объясняю, почему важно быть бизнес-тренером. Ну, такой идеологический. Да, идеологический. Все уроки достаточно короткие, задания достаточно, ну, несложные. Можно даже с утра посмотреть, запустить процесс, ну, как бы поиска, там, а к обеду написать. Да, еще, я настолько давно, да, не выполняла домашнее задание, а только говорила, что нужно делать. Да, вот пришло время. Пришло время делать его мне, поэтому там уже, Михаил, не судите строго, что я накалякаю. Ну, как? Не будет он строго судить, не волнуйся. Ну, я волнуюсь. Волнуйся, 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 волнуйся. Я волнуюсь. Не волнуйся, волнуйся. Вот, Леша, это вот как раз Берн проявляется, когда вот ей входит в роль ученицы, у нее сразу раз девочка, раз ребенок. Когда она руководитель агентства, она вот такая уверенная в себе девушка, классная, золотая, тут оп, маленькая девочка включилась. Ученица, да. Хорошо. Ну, все, добро пожаловать в программу. Ну, значит, вникай, работай, обратная связь вот через Михаила. Историю. Ну, сейчас не про создание тренинга, про продажи. Сейчас вот, Виталий, ты говорил, что в холодную, типа, сложно, сложно. Я сегодня, ну, я не продал сегодня, но я сегодня вел тренинг с утра. Вот, ребята у меня, я был на выставке пару месяцев, где-то месяц назад, ребята купили тренинг у меня на четыре занятия, потом продлили еще на четыре. И я рядом здесь, они в мытищах, я вел. И я постоянно туда езжу и смотрю, у меня вдоль дороги в мытищах, и тут у меня в Долгопрудном есть какие-то компании. Ну, прям стоят вот одна, другая, третья, прям отдельно стоящие здания. Там есть крупная компания, русская картошка, например. Ну, до туда я еще доберусь. Я прям вижу, вот они. И я, значит, думаю, раз проехал, два проехал мимо. Думаю, все, надо пойти, зайти, познакомиться и начать им продавать. Сегодня я после тренинга, значит, в одну компанию, прям захожу в офис, заезжаю в ворота. Мужику говорю, какому-то начальство здесь. Да, здесь. Я, значит, захожу в этот шоу-рум. Говорю, где директор? Директору звонят, он спускается. Я говорю, привет, это я, Алексей, бизнес-тренер. Знаете меня? Он такой, ну, честно говоря, нет. Ну, пойдемте говорить, пойдемте знакомиться. Говорит, такой идет, садится, говорит, слушайте, если бы мне позвонили, я бы никогда встречу не назначил. Ну, не согласился. Ну, раз вы пришли, давайте разговаривать. Мы с ним поговорили. Ну, вроде у него там нет запроса. Просто поговорили. Я выхожу к следующему. Переезжаю, там, значит, продажа паркета и дверей. Я туда, ну, там прям большое такое здание стоит. Я туда, говорю, где директор? Ну, нашел директора. Говорю, тренер, знакомый со мной. Он такой, о, слушайте, интересно. Сейчас там люди болеют у меня. Ну, когда выйдут, давайте там программу. И раз, ну, как бы, завязался разговор. Я говорю, все, окей, программа пришла. Через неделю я тут снова буду. Продолжим разговор. То есть, хочу приободрить вас, клиенты вокруг вас. Это для тех, кто ищет всех клиентов. Они прямо вот по сторонам можно посмотреть и по сторонам отыскать. Не грустите, что, типа, нет клиентов. Есть клиенты. Хорошо. Так, Лена, ну что, двое выходов. Давай. Рассказывай. Ой, всем привет. Вот, кстати, по поводу твоей истории, то, что клиенты вокруг нас. У меня был такой небольшой отпуск. Я так тебе честно признаюсь. Отпуск. Но я... Я сейчас, извините, перебью. У меня есть тоже у меня в коучинге Антон. Он постоянно, я что-то вопрос задам, он такой подумает и говорит такой, вот честно скажу. Я думаю, мне же прям у нас. То есть, он все время врал, что ли. Я думаю, скажет честно. Я тебе честно скажу. Ты отстой. Я всегда думаю. Вот он такой, я сейчас честно тебе скажу. Я такие, ну, конечно, честно. Мне все равно. Ладно, продолжай. Ну, тема твоей истории, кстати, по поводу того, что клиенты вокруг нас. В отпуске есть... Ну, была в городе. Там есть агентство недвижимости. Я когда увидела, ну, их плакат, там, да, вывез, там, как бы рекламный слоган, думаю, дай зайду. Блин, я пообщалась, ну, там не главный был руководитель, но там роб был. Что самое интересное, меня удивило, у них один процент с продаж. Один. Я говорю, почему? Я говорю, хватает вообще? Вообще нет. Нет, у нас часто меняются типо агенты. Я говорю, а в чем проблема? Почему? Почему не два? Ну, потому что не покупают. Я говорю, почему? Я говорю, а что хотите? Хотелось бы, чтобы покупали. Я говорю, а почему делаете? Ну, потому что не берут. Я говорю, у вас какой-то замкнутый круг, как хомячок по кругу бегает. Я говорю, давайте попробуем пообщаться. Я говорю, вообще у вас части меняются, да. Да, я говорю, как задерживаются? Ну, до первого аванса и слетают. Я говорю, хорошо. Ладно. Я говорю, а сколько вообще, ну, агентов? Два. Я говорю, зашибись. Я говорю, вы вообще на чем существуете? Я говорю, а вы не пробовали больше брать агентов? Пробовали. Но у нас, говорят, они постоянно меняются. Я говорю, давайте я приду. Я говорю, я пообщаюсь с вашими новичками. Я говорю, пообщаюсь с вами. Я говорю, у вас же нет людей. Возьмите. Я говорю, мы с вами пообщаемся. Он говорит, ой, я думала, вы к нам устраиваете. Потому что я говорю, нет. Я говорю, я вас обучить приехала. Говорит, откуда? Я говорю, с Москвой. Да вы что? Короче, мы разговаривали с тобой и за жизнь, и за все. Я говорю, вернемся к тому, с чего начали. Я говорю, хотели бы больше зарабатывать? Конечно. Я говорю, насколько хотели бы больше зарабатывать? Ну, раз в 10. Я говорю, а реально в 10? Ну, в общем, у нас такой разговор состоялся. Я прям, думаю, ты будешь успешным у нас кейсом. А вот. Наконец-то я слышу. Слышу охотника, наконец-то вообще. Давай, я рассказываю дальше. Я говорю, реально? Ну, я говорю, нет. Ну, через 10 лет это, конечно, реально. Почему бы нет? Я говорю, цели классные. Я говорю, а на год? Я говорю, а на полгода, в общем? Ну, конечно, хотелось бы зарабатывать больше. Я говорю, насколько больше? Раза в два, в три? Ну, да. Я говорю, давайте договоримся так. Я говорю, набираете агентов. Я говорю, я приезжаю через месяц, и мы с вами общаемся дальше. Смотрим на агентов, беседуем. Хотите вместе, беседуем? Я говорю, ну, конечно, за денежку. Говорит, ой, а сколько вас стоит, чтобы вы к нам приехали? Я говорю, ну, знаете, я говорю, часовой тренинг с новичками будет от 10 тысяч. Часовой? Четырехчасовой, четырехчасовой. Четырехчасовой, да. Гольфформат. Слово тренинг. Честно, успею. Так. Так. Ну, вот. Они такие, слушайте, а сколько набрать нужно агентов? Я говорю, как минимум пятерых. Как минимум пятерых нужно набрать, чтобы реально был какой-то лидер. Чтобы, ай, ну, двигал вот эту всю шестеренку, которая будет крутиться. Да? И кто-то, кто, ну, реально поймет, что уже нет. Я говорю, вас еще к двум прибавится как минимум трое. Какие-то интересные. Я говорю, ну, договорились. Я говорю, через месяц все приезжаем и с вами общаемся. Куда ты приезжаешь? В Нелидово. Это Тверская область. Это где вот я была как раз. Там вот есть такое агентство. Только ты за 10 тысяч больше четырехчасовой тренинги не продавай. Понимаешь, я не ожидала. Я тебе запрещаю. Я тебе цифры называю. Или не говори, что ты у меня учишься. Здрасте. Надо учитывать и пенка продавать за 4 тысячи четырехчасовые тренинги. Скажи, сколько я продам. Ну, 20 хотя бы. Не, может, ты первый проведешь за 10. Можно и бесплатно первый раз. То есть поймите все, да, что первый раз можно и бесплатно. Но ценник свой, ну, как бы, нужно, ну, как бы, а, удерживать, б, поднимать. Поэтому, потому что вот это, знаешь, смотри, как логика. Ты можешь бесплатно, ну, сейчас уже не надо, сделай, как сделаешь. Бесплатно провести, понравиться и продать, ну, там, за 50 тысяч. Это лучше, чем потом пять раз проводить четырехчасовой тренинг за 10 тысяч. То есть чтобы заработать 50 тысяч, тебе представляешь, сколько потенциально нужно работать. Поэтому, ну, как бы, попробовала, молодец. Все, охота началась. Есть шеф, будет сделано. Да, это низкие цены. То есть это мы не ломим, да. Вот сейчас вот я сейчас на Светлану ссылаюсь. Но она там и релосов дорого продает. Она, когда к ней обращаются, там, 100-150. Не часто покупают, но вот такая, такой ценник. Но у нее она его держит в голове. То есть как бы не хочется так. Ну, и окей, так и будет. Вокруг этого будут крутиться, крутиться переговоры. Так что. Да. Ну, я бы еще отметил, что и скрипт родился классный. Прям он тебе вот так, так подходит. Именно вот такой скрипт продашь. Это вот просто твое. Надо, да. Зафиксировать его. Да, он четкий. Вот эти вопросы все, вот здорово. И ты так его мощно так их задаешь. Как следует. Да я на драйве была. Оно у меня прям вылетело. Оно там тюм. Как петарда взорвалась. Вот, вот, Леша записывай. Ты потом этот скрипт для себя записывай. Вот он твой. Вот это твой скрипт. Родной. Хорошо, Леша. Ладно, запишу. Вот. Ну, в планах у меня на самом деле... А, вопрос тоже. Можно встречный. А Сергей-то где? Что с ним? Так вот же он. Сергей. Сергей здесь. Где? Ой, я тебя не узнала. Привет. Почти. Свет включи, Сергей. Свет включи. Я тебя так не знаю. Ты из леса вернулся, что ли? Из леса, правда, ты вернулся. Ладно, потом поговорим с Сергеем. Да, да, да. Как дела, просто хотел у него потом спросить. Ну, а мне... Как дела сейчас? На самом деле, доделать вот это вот НСУ своё переделать до конца, да? И написать вот сейчас вот тоже, прям сейчас вот сидела и дописывала, когда ты говорил про вилку, действительно расписать, что я буду делать, за какую сумму, сколько часов и какая вилка будет. Вот это вот сделать. Вот это вот прям чувство у меня будет прям страдать очень сильно. Как ты сейчас сказала, я говорю, что ты так всё продаёшь? Всё, всё. У меня тут двойку поставили. И то финалом будет вот заключить тройная вилка. И вот это будет всё. Да, выбирай, да, выбирай. Три пакета, то есть для стартовой программы, три пакета. Выбирай так, так или так. Всё. Ну и смотри, на этой волне пройди ножками пять агентств вокруг тебя. Ну, выйди на улицу по городу и прям зайди. Пусть и привет, привет. Ну, как бы чай попили, поговорили. И набери себе, чтобы не ездить. Ну, если ты продашь себе недорого, но чтобы хотя бы у соседнего подъезда. Ну, там проблема. Будет здорово, смотри. Если вот тут тебе просто... Ты удивилась искренне. Когда тебе один процент. А ты кое-что зайдёшь, сколько платит? Пятьдесят. А ты так, пятьдесят всего? Да. Ну, я реально... Ну, представляете, от миллиона... Десять тысяч. Вы чего? Ты будешь так же удивляться. Это будет круто. Это было прям... Ну, я не скрывала и не играла. Поэтому, видимо, они у меня для этого всё. О, Сергей вернулся. Один процент. Ну, у меня пока всё. Один процент, подожди. Миллион. От миллиона десять тысяч. Да. А, это да, точно. Это не от ста десять. Это десять процентов от ста десять тысяч. А это один. Один, ты прикинь. У меня вот так. Слушайте, я через ваше агентство буду продать в следующий раз свою квартиру. Ну, контролировать буду сама, да? Про комиссию у меня кейс из Нижнекамска. Наверное, рассказывал в прошлый раз. Нет? Пару недель назад был в Нижнекамске. Ну, наверное, две недели назад и был в Нижнекамске. В понедельник, девятнадцатого июля. Ну, то есть, позав прошлый. Не рассказывал. Понедельник. Значит, история такая. Я в начале года, в марте или в феврале, был в Казани и делал, да, и гильдии тренинг там. Ну, там, в Савельев, что ли, организовывал со мной тренинг. И туда съехались разные ребята с Атарстана. И было вот к агентству из Нижнекамска. Были несколько человек. И я там давал свой главный тренинг об основании комиссии. Комиссия возражений к следствиям. Они оказываются, и все, я побыл, разъехались, ему понравилось. Руслану говорит, приезжайте к нам в Нижнекамск. Мы долго тянули, перекладывали. Вот, наконец, он, значит, созрели в июле я к ним съездил. И я провел им тренинг. И пока я его провожу, или после тренинга уже, он мне рассказывает историю. Говорит, Алексей, хочу рассказать. У меня этот отзыв я записал. Значит, после того тренинга в Казани, они приехали заряженные, что нужно поднять комиссию. А у них комиссия там в среднем 30 тысяч со сделки. Очень мало. И он поднял ее до 80. 80-90 в три раза. Все начали скрипеть. Ну, те, кто были на тренинге, поняли идеологию. У них получалось. Те, кто не были, просто он им требует от них. Они не умеют. Ну, про скрипт пошел, но у них получилось, короче. И он еще раз позвал меня, чтобы я подкрепил эту идею. То есть, вот эта Роскомиссия, это прямо вот нужно на этой теме выезжать. Ну, вот, сколько комиссий? Давайте поработаем на увеличение. Сколько комиссий? Это вот прям тема такая для агентств недвижимости. Может быть, даже завтра я продам зумовский небольшой тренинг в Новосибирск. Ну, вот, по крайней мере, сегодня мы разговаривали. И большую программу не хотят. Я говорю, давайте про комиссию. О, про комиссию надо. Мы как раз хотим поднять там с полутора процентов до дну. Я говорю, ну, вот, есть такой кейс. Ну, давайте. Хорошо. Так, ну. Все, задание, в общем, ножками. Давай, у тебя есть как бы фейс. Красота, обаяние. Заходи, стучись и продавай. Я обязательно прям просмотрю и еще раз почищу этот скрипт. Да. Хорошо. Сергей, мой выход. Где ты там? Так, меня слышно, да? Да. Даже не знаю, что рассказывать. Ну, ты рассказывай. Ты как, как твое там депрессивное настроение? Там прошло ли оно? Съездил ли ты в лес на две недели? Вернулся ли ты? Нет, в лес не получилось. Тут заказы были по фото. Но прям регулярно изучаю тему. Прям погружаюсь в размышления по поводу... Ну, я общаюсь с людьми, которые разбираются в психологии. Вот. Ну, я там системно-векторную психологию проходил. Вот у нас была встреча, те, кто проходили. То есть, всячески пытаюсь общаться с людьми, которые могут меня тормознуть. Вот в моих измышлениях я понял, что... Вот прям сегодня общался, мне такую вещь сказали, то, что у меня такой тип мышления, что я люблю погружаться в проблемы. И поэтому я и консультирую по психологии людей. И когда у меня есть клиенты, кого я консультирую, мне хорошо. Но когда клиентов нету, я начинаю ковырять свои проблемы. И мне такую мысль сказали, бери больше клиентов. Пусть спокойнее жить. Ковыряй чужие проблемы. Ну, тоже мысль интересная. Хотя с точки зрения богословия, да, вот с теологией, конечно, я пытаюсь себя притормаживать, ну, вот в тех измышлениях, которые в прошлый раз озвучивал. Вроде притормозился, раз, приходят новости со стороны, меня снова толкает. Я притормаживаю, меня снова толкает. Это, ну, вот, значит, знаешь, происходит, знаешь, это вот как похоже, как искушение Христа в пустыне было, да. Там не один раз, ему же сатана несколько раз подкидывал мысль. И у меня вот такое происходит. Ну, все больше прихожу к тому, что, в принципе, я чем-то себе напоминаю и он. То есть то, что Бог делает, да, я не соглашаюсь. Ну, то есть то, что происходит в мире, это же, ну, не просто так. Ну, то есть у Бога какой-то план на это. А я пытаюсь это все тормознуть, мне это не нравится. Ну, это вот то, к чему я пришел. Я понял, что мне надо вот как-то с этим найти свое место, сориентироваться. Ну, над этим я еще разбираюсь, еще, да. И, ну, и вот эта вот идея про то, что мне все-таки надо работать, консультировать, снова меня возвращает к тому, что тренерство, да, мне это надо, мне это все-таки надо в это... Сейчас просто ищу, как бы, баланс, пытаюсь себя успокоить и сформулировать свою точку, позицию, с которой прямо начинать надо каждый раз спокойно. Ну, как бы успокаиваюсь. В общем говоря, потихоньку успокаиваюсь, прихожу, как бы... Ну, ты параллельно какую-то программу тренинга все равно составляй, ну, ради тренировки. Пока ты ищешь себя... Что-то у меня сейчас метафора, да, на твоем языке, ты все, отсылки к Библии. Представь себе, что ты готовишься к проповеди. Ну, курс у нас гомилетика. И тебе нужно учебную проповедь сделать. Тебе не нужно проповедь всей своей жизни сделать. Тебе нужно учебную проповедь, которую ты расскажешь вот через неделю преподавателю и забудешь про нее. Но ее надо сделать прям по структуре. Вступление, посылка, пункт первый, иллюстрация, применение, там, обоснование, пункт второй. То же самое надо сделать с тренингом. Выбери любой тренинг и сделай его по структуре, чтобы отчитаться к следующему разу. Что вот, смотрите, я вот набросал такую структуру тренинга. И тогда у тебя дело пойдет, ну, не только в размышлениях философских, а то ты же все-таки в тренинг-тренинге участвуешь, а не в группе по поиску объяснений, что происходит в мире здесь и сейчас. Чтобы ты не растерял практическую сторону вопроса. Да. Ну, сложновато мне в том плане, что, ну, в принципе, ты в прошлый раз говорил, да, то, что надо двигаться, если в чем-то заткнулся, запнулся, а надо двигаться все равно дальше, и со временем это все станет понятно, да. Да, да, я понял твою мысль. Да, да, то есть, как бы, я просто слышу, что ты, ну, как-то связываешь вот этот поиск, ну, себя в моменте переживания проблем и все, и теперь вот, ну, как бы, пусть это у тебя происходит, ты всю жизнь себя будешь искать, ну, я так понимаю, всю жизнь будешь ковыряться в том, что тебя беспокоит. Ну, и на здоровье, как бы, кто тебе мешает, живи, доковыряйся. Но раз ты включился, там, открылся для, там, новой профессии, то просто осваивай ее хотя бы на уровне инструментов этой профессии. Там посмотрим, ну, как бы, видишь, до продаж тебе что-то никак дело не доходит, ну, потому что, ладно, продажи и поиск себя действительно сильно могут конфликтовать. Ну, сложно себя предложить кому-то, когда ты себя еще не понял. Но тренинг надо составить, это не надо ничего для этого делать. Просто любой, по фотографии, по психологии, чего угодно, на два часа, там, на час, ну, чтобы эту структуру это для себя формулировал. Не теряй это время, а то же, раз, ну, закончится же программа для тебя, хлопай, типа, ты только и понял, что коронавирус неизбежен, и все, ну, что теперь, тупик? Ну, не тупик, поставишься галочку «не получилось». Зачем тебе это надо? Пусть у тебя галочка будет получилась. Ну, вот, смотри, сделал две программы, класс. Ну, пойду продавать. Понятно, да. Да. Леша, можно вопрос? Ага. А ты не пробовал групповую терапию? Ты вот один на один консультируешь по психологии? Да. А ты попробуй групповую? Это практически тот же самый же тренинг будет. Ты хорошо сделаешь то. У меня группа уже собралась. Группа набрать. А, группа набралась? А, возьми Юлю в работу. Страх, сними ее. Это же вот прям, да, группа есть. Я об этом много думаю, ну, как бы, потому что, если бы вот так можно, было бы, да. Просто момент какой? То, что корневая терапия, она основана на том, что мы погружаемся в мир человека и помогаем ему осознать его. Ну, внутренний мир. Это понятно. В консультации я не знаю, как это сделать. У меня никак не складывается картинка. Ну, давай я поправлю, Лен. Так нельзя сказать, что групповая терапия – это то же самое, что индивидуальная группа группа. И это не то же самое, что и тренинг. Надо вот побольше пообщаться. Вот он там и расскажет модель этой терапии, побольше распакует. Поэтому, как бы, конфуз Сергея верен. Ну, действительно, что делать, если ты, там, не владеешь техникой, там, групповой. Ну, я просто, если бы я, вот, групповая терапия, я знаком только с психодраматической групповой терапией. Например, я бы мог вести. Ну, а если нет, то мне придется придумывать вообще сессию групповой терапии. И это не тренинг. Это групповая терапия. Там другие процессы. Терапия. Да. Это терапия. Но где-то вот какая здравая. Экспериментируйте в группе. Допустим, ну, там, Сергей. Терапия, вот, девчонок, ну, анонсируют. Девчонки, ну, там, я завтра приглашаю всех на сессию групповой терапии. Поработаем с вашими страхами публичных выступлений или со страхами продаж. Пусть они соберутся втроем, вдвоем, и поработайте. Заодно поймешь, что это делать. Лена, эти какие-то идеи. То есть, используйте рисунок для ваших творческих идей. Вот, как бы, вот это правильно. Не факт, что... А тут можно еще сходить. Да, но факт, что ты можешь попробовать проводить, а все зрелые, и никто отсюда не травмируется все равно. Я могу подсупервизить тебя. Да, позовите Мишу. Он еще, да, он сверху посмотрит, и еще и поможет тебе какой-то продукт. Отличная идея. Как бы сделайте. Даже меня не надо звать туда. Просто соберитесь через группу в любой день, завтра утром, вечером, и поработайте. Прикольная мысль. Супер. И повторяю, на свои тренинги друг друга позовите. Ну, хотите обкатать тренинг часовой, боитесь кого-то, соберите группу. Все довольны, придут и подкидают идеи, друг другу поделятся. Поэтому используйте ресурс группы. Даже, Сергей, опять же, это тебе. Смотри, видишь, тут как бы... Ну, кто у нас? Вот Юля, у нее куча оказывается, ну, там, тренингов каждый день. Ей не нужно лишнего. Главное, брать и делать то, что можно. Виталик вовлечен. Вот Лена, например, ты должна собрать. У тебя ведь, ну, не так же много, у тебя нет же обучения живого. Вот собери себе группу тестовую, хотя бы 3-4 человека, и вот проведи процесс через часовой. Собери обратную связь, пусть люди подкидают тебе упражнений каких-то из своих реальностей. Вот почувствуешь. Вот, например, заявилась, что ты готова... Я могу кому хочешь его отдать. Вообще, пожалуйста, говорите. Я прям бумажечками пришлю. Хоть сколько говорите, обкатывайте мне прям только за радость. Ну вот, да. Но сейчас я возвращаюсь к Лени. Заявилось, что ты с комиссией готова работать. Ну вот собери, поработай с комиссией, с тестовой группой. Плюс, пожалуйста, сделайте нормальный оффер, я позову свою базу на вас. Ну, где конференция, я вообще не пойму. Давайте конференцию уже, напоминаю. Конференцию. Хотим сделать 20-минутные выступления. На 2 часа я туда соберу людей, ну и вы соберете людей. Вот. То есть, давайте, действуйте что-то. Не засиживайтесь. Не набрасывай задачи, а то Леша опять сейчас закидает. Да, да, да. Набросал, да, потому что я живу в таком... Лучше фокусировка. Что-нибудь одно. Группа психологическая с Сергеем. Давайте вот такую задачу проведите. Можно с коттерапевтом уже. Михаил, пусть будет коттерапевт, помогающий как бы. Будет основной, и он как Михаил помогающий. Я могу просто помодерировать основной скрипт Сергея. Это будет шикарно. Да, ну сделайте хоть что-то, чтобы была динамика у вас, кроме попыток продать. Хорошо. Стряску. Да. Обнуление. Так, дай какую-нибудь историю. Глядишь, и вирус качнем. Быстрее закончится. Миру поможем. История, она грустная, правда. Сейчас проживаю историю, но будет полезно для вас. Значит, про вирус. Я подумал, надо рассказать, а сейчас Сергей скажет, я так и думал, все плохо. Короче, у меня клиент есть, ну как бы был, теперь получается было. И они у меня заказали три тренинга по 150 тысяч за день в трех разных городах. И из-за коронавируса сначала их отменили, перенесли на осень, а сейчас совсем отменили. Мне сейчас неприятно, мне нужно вернуть им предоплату 220 тысяч, и я сейчас переживаю стресс. Мне не нравится эта история. И сейчас, значит, что я делаю, я прописываю сумму, ну как бы я пытаюсь вернуть себе часть денег за этап подготовки к тренингу. Вот сейчас согласовываю, как бы мне часть денег оставить у себя. Ну, то есть такое случается тоже в нашей практике, и коронавирус действительно забирает некоторых клиентов. Но ничего страшного, да. Это не значит, ну как бы нужно идти дальше, заходить к соседям и продавать дальше. Ну, стресс тяжелый для тебя все-таки. А, да, еще я дочку в МГУ, значит, определил. На факультет психологии. Все мне нужно больше зарабатывать, потому что год обучения стоит 400 тысяч. Полгода оплатил. Так что у меня новый квест. Молодец. Ну, что, молодец, правда мой. Ну, я хотя я сам думаю, что я делаю, где логика в принятии решений. Я не беру лучшее образование, я не хотел вообще вникать ни во что. Думаю, мне плевать, где ты будешь учиться. Нет, в МГУ. Нет, давай, плохо Игорь написал, давай, будем за это платить. Но я говорю, ладно, ты сейчас учись, будешь преподавать в моем ВУЗе. У меня тоже есть концепция ВУЗа, которую я хотел бы открыть. Но я могу в этом отношении сказать как минимум бонус, что будет очень неплохая рефрендная группа. Там будут дети очень интересных людей. И когда ты познакомишься с родителями, ты все деньги отобьешь. Я об этом не подумал. Я только думал о том, что дочка познакомится с полезными людьми, и потом у нее будут полезные связи. А про себя я что-то не подумал. Действительно, да. Мы посмотрим, что за группа будет. Да, ну уж в МГУ-то наверняка будет правильная группа. Ну да, по идее, должна она, наверное. По крайней мере, у меня будет тропинка, я там что-нибудь, какие-нибудь мастер-классы свои там им предложу для студентов. Познакомлюсь с атмосферой, с темой. Хорошо. Так, ну что? Собственно говоря, все молодцы. Ну, по-своему, на своем уровне. Развиваемся, двигаемся. Все, за работу. Продолжаем. Нужно говорить до свидания уже всем. Ну да, до свидания. Пока. Все, всем пока, коллеги. До свидания. Большого вечера. Пока.